В заседании антинаркотической комиссии участвовали представители силовых ведомств, сотрудники администрации, руководители организаций, имеющих отношение к работе с населением. Провел заседание глава округа Сергей Горелов. Он предложил рассмотреть пять вопросов, первым из которых было подведение итогов работы органов полиции по поступившей в управление МВД информации о телефонах и сайтах, указанных в рекламе наркотических средств. Сотрудниками наркоконтроля направляют запросы мобильным операторам с требованием о блокировке выявленных в абонентских номерах, которые пользуются взломышленниками при осуществлении законной деятельности. Более того, путем направления соответствующих запросов блокируется деятельность социальных групп, которые созданы в социальных мессенджерах с целью распространения наркотических средств и информации, связанной с законом оборотом наркотиков. В 2019 году в управление МВД России «Щелковская» из администрации городского округа поступили обращения о принятии мер по 83 фактам размещения на зданиях и сооружениях номеров телефонов и ссылок на чат мессенджера Телеграм, связанных с рекламой наркотических средств. Все используемые наркодилерами телефонные номера, их было 5, заблокированы. Помимо этого, сотрудники наркоконтроля выявили организованное преступное сообщество, деятельность которого основывалась на сбытии наркотических средств через тайники закладки. Одновременно с этим ликвидирована целая сеть по изготовлению, хранению и сбыту наркотиков. Так называемую синтетику из республики Марии Элл доставляли в Московскую область, где фасовали зелень на полу в обычных квартирах, а продавали через интернет. Для этого действовал специальный колл-центр. Всего в синдикате состоял 21 человек. Все задержаны. Попался и организатор всей наркосети. За такие преступления предусмотрен в том числе и пожизненный срок. Вторым вопросом на заседании обсуждалась работа со школьниками, которые не прошли антинаркотическое тестирование. В 2019 году в городском округе Щелково подлежало социально-психологическому тестированию 7395 человек. Отказались от тестирования 829 учащихся, что составляет 11% в 50. Из тех, кто не прошел тестирование, примерно половина имела уважительные причины. А все остальные стали объектом работы социальных психологов. С ними проведены беседы, состоялось обсуждение с их родителями опасности употребления наркотиков. На заседании комиссии о работе групп анонимных алкоголиков рассказал ответственное отдело по борьбе с алкогольной угрозой и наркотической зависимостью при Щелковском благочине Антони Синько. Также члены комиссии обсудили итоги своей деятельности в 2019 году и приняли план работы на 2020 год. Андрей Цеханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.